Если фиксированные складки на четырех часах и на восьми часах, а на шести часах сетчатка не затронута, вот мы можем сделать две локальные ретинтомии, а на шести часах сетчатку не трогать? Складчатость это лишь проявление процесса в определенной зоне, но они создают определенный фон на всю остальную сетчатку. То есть если мы сегодня ликвидируем процесс в этих зонах, мы оставляем рядом расположенные отделы практически нетронутыми. То есть нужно понимать, что зона распространения уже имеющихся проблем нами может быть недооценена. Я сделаю более широкую ретинтомию. Ну если есть где-то между ними перемычка, то наверное я бы отрезал, я бы не стал ее оставлять. Я не пользуюсь подобной техникой, но она хорошо известна. Вы можете сделать локальные ретинтомии и оставить два отверстия, обработать их лазером и уйти на силиконовом масле. Это вариант, но я так не делаю. Я предпочитаю делать расширенную ретинтомию снизу в подобных случаях. Вот в моей практике был такой случай, когда под силиконом начала формироваться фиксированная складка одна. И было ясно, что если силикон убрать и ничего не сделать, то будет рецидив. И в этом случае мне показалось, что если сделать лазер, его будет недостаточно, оно все равно сорвет. И я сделала очаг кривы и потом удалила через три недели силикон. И вот до сих пор сетчатка лежит. Но я до сих пор не уверена, правильно ли я сделала и стоит ли мне так делать в следующий раз. Ну, как минимум. Если это помогло, скорее всего, стоит. Я бы попробовал еще раз, оно так действует или нет. Потому что, возможно, вы нащупали очень хороший вариант. Мне кажется, вот мое субъективное мнение, что криопексия вызывает меньше патологических изменений, чем лазер-коагуляция. Потому что ожог и криво, вот криопексия как-то меньшую степень воспаления менее опасную вызывает. Такое впечатление сложилось. Если у пациента высокая острота зрения, то в таких случаях, когда есть фиксированная складка, не до конца понимаю, что вы имеете в виду, но некая стабильная деформация сетчатки, которая предполагает наличие эпиритинальной мембраны, которая внешне пока не так сильно видна. Но обычно в таких случаях я прибегаю к ревизии, накрашиваю остаточное стекловидное тело либо эпиритинальные мембраны, стараясь их удалить или сделать локальную ретинотомию, если не удается удалить, повторно, там, перфтор-органическое соединение, лазер-коагуляция и далее по тексту. Силикон, газ или тяжелый силикон в зависимости от локализации. Но криопексию, кстати, я ни разу не использовал. Спасибо за вот такую идею. Попробуй, если что. Сделал бы я то же самое? Скорее всего, нет. Я бы зашел и попытался убрать эту мембрану под силиконовым маслом, а силиконовое масло удалил бы позже, если сетчатка стабильна. Другой вариант – удалить эту мембрану одномоментно с силиконовым маслом. На мой взгляд, ретинопексия, вызванная крио, она мощнее. То есть это очень суровое такое средство. Если пролиферация идет, к сожалению, бывают случаи, когда она поднимает любой лазер. Многие говорят, что лазер, наоборот, еще провоцирует. То есть термическое воздействие, какое-то воспаление. Наверное, многие, кто нас будет смотреть и слушать, скажут, что это абсолютно нелогично, потому что пролиферацию остановить нельзя. Если она уже будет контрактировать, все будет только хуже. У меня есть случаи, когда работает та методика, которую вы сказали. Есть случаи, когда все приходилось делать в виде реоперации и ничего, и лазер только стимулировал какие-то вещи. Поэтому нужно, наверное, оценивать много факторов. И какой-то фон пациента воспалительный, насколько он склонен к какой-то пролиферации ПВР. Это локальная пролиферация или она такая достаточно выраженная. Наверное, при выраженной пролиферации, может быть, наверное, и не делал бы. Я думаю, это значит одно, что у пациента имеется довольно активное субклиническое воспаление, которое и приводит к образованию этого процесса, которое назвали фиксированными складками. То есть, если бы не было воспалительного процесса, то команды формироваться клеткам, производящим коллаген, да, и стимулирующим производство коллагена, это же репаративная команда. И не было бы. Потому что бывают какие-то тяжелейшие случаи, которые вы пропилили и думаете, все, ничего не получится. Оп, а там все прекрасно. И наоборот, казалось бы, случай, на который вы рассчитываете, что там будет все хорошо, вдруг вы видите, что там, ну, совершенно какие-то отрицательные процессы, так называемые пролиферации развиваются. Отдельная тема определения и диагностика этого процесса, назначение профилактических препаратов, позволяющих предупредить его до операции и предупредить его о рецидиве в послеоперационном периоде. Это что за препараты? НПВС, как минимум. А кинолог в субтимонное пространство, не про спан, кто-то вводит. Тоже, тоже можно, тоже. Но это следующая уже генерация уже исследований, которая будет как раз заниматься именно профилактикой и предупреждением пролиферации. По результатам исследований, при использовании лазера, хореоретинальная спойка формируется быстрее, и она сильнее. А также воспалительная реакция менее выражена, нежели чем после крио. Лично я всегда начну с лазера. Я уже почти не использую крио. Я считаю, лазер более контролируем и более точен, и вы получаете прекрасную спайку. Сейчас проводится клиническое исследование по использованию метод Рексата с целью снижения риска возникновения рецидива ПВР. Я думаю, это очень интересно, но у нас пока нет финальных результатов. Да, силикон нам всегда дает возможность посмотреть, что же там на глазном дне, и понаблюдать просто за пациентом, идет ли у него где-то фиброз. По извитости даже хода сосудов вы начинаете уже понимать, что здесь где-то начинает что-то куда-то тянуть. Если я вижу какую-то складку, в ряде случаев это, скорее всего, какой-то небольшой кусочек, где-то остался какой-то мембранки, которая снимается, прям можно под силиконом ее снять, чтобы не было сильного натяжения сетчатки. И лазер и все. Меня бы немного беспокоило, что использование КРИО на глазах, в которых развивается ПВР, может усугубить ПВР. Потому что, когда вы используете КРИО, вы нарушаете гематофтальмический барьер. Повышение гематофтальмического барьера, в таком понимании, это транссудация. У вас после КРИО как часто была транссудация под сетчатку? Если вы планируете провести КРИОПИКСИЮ, делайте это на воздухе. Криозонд более точен на воздухе, нежели чем на жидкости. Я бы не стал говорить, что этот метод себя изжил. Свою практику я начинал в Чебоксарском филиале МНТК микрохирургии глаза. И мой учитель, профессор Паштаев, он является одним из разработчиков отечественного КРИОПИКСИЮ. Это метод, который, в принципе, сопровождал практически 100% хирургии эпистеральной отслойки сетчатки. И я бы не сказал бы, что имели какой-то очень высокий процент осложнений. Они, наверное, были, но не в том объеме, в котором сегодня, как бы мы считаем, они могут быть. Но это лишь метод. Это метод, который вы применили в данном случае. Он у вас был успешным. Ровным счетом я несколько лет назад для себя открыл возможность использования наконечника световода в качестве термокоагулятора. Очень интересное, так сказать, наблюдение. И я использую это до сих пор. И определил показания даже определенные. Некая приподнятость сетчатки. Вот, опять же, даже под силиконом, если это происходит в зонах, где сетчатка. А вот толщина, где есть складка, где она плотно фиксирована где-то в одной точке и не может лечь в рядом расположенных. Вот это вот термо. Я называю термомеханической коагуляцией. Я провел исследование, которое показало мне, что наконечник световода, правда, от гейджевости зависит. Нагревается более чем до 42-45 градусов Цельсия на открытом воздухе. А если мы используем это в закрытой среде внутри глаза, и я как бы рекомендую это делать в среде ПФОС, потому что подлипания не происходит среди ПФОС сетчатки к наконечнику. И при соприкосновении температура там поднимается еще выше, а минимум на 1-1,5 градуса, думаю, формируется полноценный очаг коагуляции. И патогномоничным является появление такой небольшой гематомки кровяной точки за счет соприкосновения ретины с хориидеей, то есть повреждаются капилляры, и это дополнительный фактор для образования спайки. Шикарная технология, но опять же, она авторская, она не может быть привнесена в массы, но любой метод хорош будет здесь. Это до скольких уже нужна мощность поднять? До 100%? Световода нет, на стандартном режиме, но я обычно работаю на 35, максимум 50%. Я не использую даже шинделерные люстры, сам себе поддавливаю и коагулирую, вы знаете, великолепно. Были ли какие-то рецидивы, которые вы связываете именно с развитием ПВР именно из-за этого? Тут важно просто понять, насколько надо нежно подойти, так сказать, к сетчатке и сильно не инвазировать в нее, то есть не формировать дыр, а просто мягко подойти и слегка нажать. Теория пролиферативной витритинопатии, она, на мой взгляд, остается только теорией, она совершенно не подтверждена. Хотите, в двух словах объясню, чем она не подтверждена? Итак, пролиферативная витритинопатия – знаменитая теория, которую придумал Роберт Махемер. Клетки ретинального пигментного эпителия проникают через разрыв сетчатки в витриальную полость, затем диссеминируют, распространяются и по стекловидному телу, и по поверхности сетчатки, трансформируются клетки, продуцирующие коллаген и этот новообразованный коллаген, и вызывают те патологические процессы, которые раньше назывались, на мой взгляд, более корректно – массивной витриальной ретракцией. Эти работы на обезьянах, он их делал где-то в 60-х годах, где-то очень давно. И об этих работах никто не знал, ничего их там нет. Но вдруг, неожиданно, теория пролиферативной витритинопатии, которая Робертом Махемером давно была предложена, вдруг она получила огласку и была принята всеми единогласно. Знаете почему? Так он показал витректор, он разработал технологию закрытой витректомии, стало, он открыл новую эру витритинальной хирургии, и он вознесся до небес в профессиональном плане и попутно притянул с собой его замечательную пролиферативную витритинопатию. Итак, чем больше клеток пигментного эпителия находится в витриальной полости, тем страшнее для процесса, тем больше мы вызываем риск пролиферативной витритинопатии. Длительное время бывает существует отслойка сетчатки с разрывом там три-четыре-пять месяцев, и никакой пролиферативной витритинопатии почему-то не происходит. Почему? А чертю знает, не объясняется, да? Хорошо, давайте так, возникает отрыв сетчатки от зубчатей линии с инверсией отслойной сетчатки с обнажением огромного пространства на полглаза пигментного листка. И так этот пигментный эпителий проникает в витриальную полость, все диссиминирует, там конец должен быть, сразу же должен быть массивный процесс, приводящий к этой самой пролиферативной витритинопатии. Вы его видели? Да никто не видел. Знаете почему? Потому что его нет. Потому что клетки пигментного эпителия не могут перерождаться в клетки, производящие коллаген. Потому что это не полипатентные клетки костного мозга. Чем более высоко дифференцирована клетка, тем меньше у нее шансов переродиться во что-то новое другое. Она так и будет узкоспециализированной клеткой пигментного эпителия. Хорошо. Далее. Хориоиды всасывают жидкость. И поэтому гипотония возникает, когда возникает отслойка сетчатки. Потому что жидкость, минуя сопротивление сетчатки, проникает через отверстие сетчатки в субретинальное пространство, всасывается хориоиды. Чем больше площадь всасывания, тем выраженнее гипотония. Согласны? Ну вот. Хорошо. Образовалась дырка в сетчатке. А почему, собственно говоря, клетки пигментного листка, вообще у них там никаких жгутиков, ничего нет. И вы должны преодолеть ток жидкости, который стремительно идет из ветряльной полости субретинальное пространство, всасывается, значит, хориоиды через пигментный листок. То есть это как форель, значит, по порогам даже должна эта пигментная клетка проникнуть через этот разрыв внутрь стекловидного тела и начать этот процесс диссеминации. И потом она загадочным образом трансформируется и так далее по тексту. Почему эта клетка должна туда лезть? Смотрите, какая штука. Теория пролиферативной витритинопатии, она рассматривает процесс только после того, как образовался разрыв сетчатки. Позвольте. А до этого, что у нас было? Ничего. Нужно рассматривать не теорию пролиферативной витритинопатии, а другую теорию. Вообще, почему этот разрыв-то образовался? То есть это цепь каких событий привело к формированию разрыва? Потому что если вы заметите, во всех учебниках и в рассуждениях идет разговор о, мы имеем дело с разрывом, и от этого места мы начинаем плясать. А позвольте, а почему разрыв-то произошел? Разрыв сетчатки есть проявление патологического процесса, происходящего в стекловидном теле, который существовал давно уже, развивался медленно и, наконец, проявился развитием, образованием разрывов сетчатки, которые формируются из-за того, что в стекловидном теле формируется патологический протруберанец, условно говоря, тяж, который идет из стекловидного тела в направлении к сетчатке и прилипает намертво к какой-то части сетчатки. Потом именно вот этот локальный участок стекловидного тела начинает сокращаться. Он сокращается и приобретает уже механическое воздействие на саму сетчатку и вызывает формирование клапанного разрыва. Но никто про это тоже не думает. Каким образом это запускается, что является спусковым механизмом и как его предупредить и так далее и так далее. Тоже этими вопросами никто, кстати, не занимается, ну, кроме меня. А как вы ими занимаетесь, какие вам идеи приходят в голову? Анализ ретроспективный пациентов с анамнезом и выяснением сопутствующих заболеваний у этих пациентов, которые могут быть причиной развития патологического процесса в стекловидном теле и далее по тексту. То есть нам ждать от вас каких-то работ по этому вопросу. Не знаю. Это я, в общем, пока так. Вот мы занимаемся этим ради интереса, но это тоже отдельная тема, которой никто не занимается.